Здравствуйте! В студии Марина Романюк. Вместе с моими коллегами я подведу итоги последней недели июня. Смотрите в выпуске. Уточняя регламенты, Артем Бранов отчитался перед рязанцами в прямом эфире. Ювелирная работа. В этом сезоне рязанские археологи снова рассчитывают на сенсации. Улыбка ржавого гвоздя. Философская экспозиция в выставочном зале художественного музея. В высотной застройке на территории шпалозавода в Рязани мы не допустим. Прежде чем начинать там работы, необходимо провести рекультивацию земель, заявил вице-губернатор Артем Бранов во время своего публичного отчета, который назвали «Диалог с правительством Рязанской области». Год своей работы чиновник представил в виде цифр, а затем ответил на вопросы из зала. Артем Бранов в Рязанской области уже год, который был насыщен для него событиями и вызовами. Цифр в докладе у вице-губернатора было много, большинство из них бодрящие. Наверное, при такой поддержке федерального центра они и не могли быть другими. Индустриальный парк потихоньку наполняется резидентами. Любая стройка теперь на контроле правительства. В Рязани обновили автопарк. Ну или почти обновили. Первые 47 автобусов мы покупаем, мы их большую часть уже приобрели, они уже есть на улице, по программе Минтранс РФ совместно с ГТЛ Кализин. Еще 25 автобусов приобретем в этом году за счет специальных казначейских кредитов, а 20 за счет средств ФНБ в следующем году. Первые 10 троллейбусов были приобретены за счет дотации федерального бюджета, а вторые за счет выделения денег из резервного фонда правительства РФ. Ряжский путепровод, выкупленный региональными властями, откроют уже в этом году. Он станет бесплатным. Появились первые расчетные цифры по строительству нового моста через Аку. Что же касается ремонта дорог, то здесь, как считает вице-губернатор, все познается в сравнении. Наши соседи, Тамбовская область, у них количество автомобилей и жителей приблизительно сопоставимо с Рязанской областью. И соответственный размер дорожного фонда сопоставим с Рязанской областью. Но протяженность дорожной сети в нашем регионе в три с половиной раза больше. Следовательно, потребности у нас гораздо больше. Отвечая на вопросы зала о застройке территории Рязанского Кремля и местечко Шпалзавод, Артем Бранов заявил, что эти темы держат на контроле. У Кремля точно ничего больше возводить не будут. А вот по Шпалзаводу все позиции ему ясны. Мнение властей сформировано. Там есть потенциальный застройщик, который хочет эту территорию осваивать и развивать. И мы к этому относимся позитивно. Но мы понимаем прекрасно, какое там было производство. Поэтому если там что-то строить, необходимо провести рекультивацию земли. И сделать этот участок безопасным для будущих жителей этого города. И, конечно, если застройка там будет, она не должна быть высотной. Это 100%. Высотной застройки мы там тоже не допустим. А вот на территории исторической Есенинской Руси, где сегодня тоже строить запрещено, для личных домохозяйств градостроительные регламенты власти будут пересматривать. Артем Бранов некоторые из них назвал абсурдными. У нас под ограничительные регламенты попало порядка 40 с лишним тысяч гектар. Это, наверное, не половина Рыбновского района, но большая его часть. И туда попало больше 30 населенных пунктов. И, конечно, люди, которые там живут, мы знаем огромное количество таких достаточно страшных примеров. Когда у нас даже человек в Москве произвел акт самосожжения. Потому что у него многодетная семья. И он у себя на участке не может построить пристройку к дому. Вот, конечно, с такими абсурдными вещами мы будем бороться. Мы уже сейчас ведем эту работу. Интерактивный опрос на тему ремонта дорог, который открыли прямо с начала трансляции, почему-то определил, что автотрассы не чинят по причине недостатка финансирования. Вдвое меньше голосов у пункта отсутствия контроля, но и далее плохой отбор подрядчиков. Артем Бранов предположил, что при наличии категории некомпетентность чиновников и воровство, данные бы точно зашкаливали. И вот как раз эти позиции, по словам вице-губернатора, власть должна обнулить. Четкой и системной работой. Поддержка бойцов, прибывающих в отпуск с зоны боевых действий, должна быть расширена. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков. По его словам, все нужное фронту производство в области уже налажено. Прибавить можно в реабилитации. Тема поддержки бойцов СВО в свете актуальных событий прошлой субботы сегодня выходит на первый план. С этого начал правительство Павел Малков. Рязанская область довольно активна в отправке гуманитарки, но вклад в общее дело – это не только защитные сетки, печи и оборудование. Санаторий «Сосновый бор» должен стать постоянным местом реабилитации военнослужащих и их родственников. В год, по словам губернатора, здесь можно принимать до 4000 человек. Санаторий может стать в этом смысле максимально полезным, заявила министр труда и соцзащиты Наталья Суворова. У нас до конца этой недели уже 180 участников СВО и членов их семей пройдут или продолжат проходить реабилитацию в центре. Хочу отметить, что 20% тех, кто у нас проходит оздоровление или уже прошли – это ребята, которые приходили в отпуск. Для них у нас разработан короткий курс, семейная программа. Также у нас порядка 10% – это были семьи погибших. Для них также отдельная реабилитационная программа с учетом их потребностей психологических. Хочу отметить, что отдельное внимание мы уделяем участникам СВО, которых травма опорно-двигательного аппарата. Для них, помимо физиопроцедур и каких-то восстановительных практик, мы проводим еженедельный курс профориентации – возвращение в трудовую деятельность. Вопрос с противопожарной опашкой, в том числе небольших населенных пунктов, примыкающих к лесам, на примере Рязанского района Павел Малков попросил закрыть в ближайшее время. Слишком свежи еще воспоминания. Обращаюсь сейчас ко всем главам администрации. Я специально вот этот вопрос сейчас поднял, это обращение. Все хорошо помнят прошлый год. Никому повторения не хочется, поэтому, коллеги, обратите особое внимание. Пожары будут. Нам надо максимум усилий сейчас приложить для того, чтобы не допустить их распространения. Потому что всегда есть человеческий фактор, природный фактор. Все больше жалоб у рязанцев на стихийную уличную торговлю, заявил губернатор. Главное в количестве торговых точек – их востребованность. Благоустраивать нужно только там, где это действительно нужно. Улица Новоселов в этот список, похоже, не входит. В июне месяце составили 9 протоколов о нарушении правил торговли. Привлекли к административному, к административному, за административное право нарушения. Но работа продолжена, по-моему, сейчас там просто нужна система, не санкционированная торговля постоянно. Думаю, что в течение месяца-двух примем меры, которые будут более ощутимы. ЖКХ, дороги, медицина и благоустройство по-прежнему в топе жалоб от рязанцев. В пятерку также попала и тема уборки мусора. Самое важное, что все сигналы отрабатывают теперь вместе с властями на местах, включая информирование населения. Как только идет дождь, так сразу наводнение. К такой картине жители одного из садовых обществ в районе мехзавода вроде как уже привыкли, но мириться с этим никак не хотят. Сам поселок расположен в низине, и все сточные воды текут прямо на огороды. И это только полбеды. Сами стоки, говорят местные жители, несут в себе угрозу. Вот посмотрите, что-то есть. Вообще просто жесть. Такой вот водопад своего названия от местных жителей еще не получал. По крайней мере, цензурного точно. Да и появляется новая достопримечательность поселка Мехзавод только после мощного ливня. Дождевая вода цвета глины стекает с холма водопада и устремляет свои потоки прямо на дома дачников садового товарищества Павловское. Вот прямо под этой калиткой течет к ним сюда, потом переходит вот на этот участок и течет к нам, к соседям. Следующие соседи, вот соседи, следующие, и все стоит рыжей водой. А там сверху на холме один за другим стоят два завода. Ближе к краю Евраз Металлымпром. Чуть подальше Рязанский кирпичный завод. Но рыжая вода стекает только первый год. В предыдущие два была дождевая, говорят жители. И все это время письма летели во все инстанции. Министерство природопользования, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и другие. Заводу Евразу, префектура наша написала предписание, есть письмо, они написали предписание о том, что устраните, пожалуйста, проблему. Евраз проблему не устранил, и префектура эту трубу просто глиной забила. У Евраза начала топить территорию, они сделали еще один пробой, и эта вода все равно идет к нам. Читаем ответ дирекции благоустройства города. Цитата, «Причиной образования излишних стоков может также служить отсутствие или сильное загрязнение системы водоотведения УАО РКЗ». А вот ответ управления по делам территорий города. Здесь виновников сразу несколько. Мол, водопад берет начало в кирпичном заводе, течет через Евраз и в Низину, прямо на садоводческое товарищество. Но в потопе винят и дачников. В ответе администрации говорится, что кто-то из садоводов засыпал дренажную систему. Вот вода и пошла в огород. А где-то между этими точками ливневый поток проходит через пласт глины, приобретая свой незабываемый оттенок. Ну вот, в общем-то, гора вон там вдалеке. И откуда-то с нее течет эта струя. Течет-течет вдоль забора и утекает к нам. Сейчас это настоящий круговорот воды. С дождем она попадает на участки СНТ. Откачивают ее на свои собственные средства. И ждут следующего дождя. Мы продолжим следить за ситуацией и направим свои запросы всем надзорным инстанциям. В дорожно-транспортных происшествиях на пешеходных переходах могут быть виновны как водители, так и сами пешеходы. Сотрудники госавтоинспекции напомнили основные правила дорожного движения на пешеходных переходах, чтобы снизить печальную статистику. 30 мая пешеходный переход на улице Чапаева. Автоледи на Ауди сбила женщину, которая переходила дорогу по переходу. Нерегулируемому. 39-летнему пешеходу понадобилась медицинская помощь. А вот наказание для водителя вынесут сотрудники госавтоинспекции. В зависимости от тяжести физического вреда. Легкие, например, классифицируют как кратковременное расстройство здоровья. То есть на заживление травм потребуется меньше трех недель. Наказание за такой штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок до полутора лет. Тяжкий вред здоровью или гибель человека уже уголовная статья. Срок там до трех лет. Чтобы такого не случилось, сотрудники госавтоинспекции напомнили простые правила для водителей. Согласно правил дорожного движения водителям, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, пересекающих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. За невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам на водителя налагается штраф в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Пешеходов правила дорожного движения тоже касаются. За сутки, например, сотрудники ГИБДД выявляют с десяток нарушителей. Чаще всего, кстати, дорогу переходят вне зебры. Штраф 500 рублей или предупреждение. Банальные истины по-прежнему актуальны, пересекая дорогу по пешеходному переходу, при этом убедившись, что все машины остановились. Да и двигаться нужно аккуратно. День молодежи в Рязани отметили фестивалем уличных видов спорта при поддержке профильного комитета в правительстве области второй сезон Skill Up Jam – так называется турнир – собрал больше сотни любителей дворовой гимнастики – воркаута. Несмотря на пасмурный день, все площадки доработали до конца. Воркаут – уличная гимнастика или, как ее еще называют, фитнес городских улиц. Здесь не нужна какая-то специальная подготовка, оборудование или деньги. Турники есть сегодня практически во всех дворах. Выходи, доказывай. Для самых гибких – городской уличный фестиваль. В этом году список номинаций расширили. Что за направления у нас были? Это воркаут. Ребята, которые занимаются на турниках паркур. Это преодоление препятствий фриран. Уличная акробатика BMX. Ребята, которые занимаются фристайлом на великах. Скут, самокат. И скейтбординг. Все ребята давно занимаются спортом. Бывают даже новички, которые к нам приходят. И стараемся пропагандировать активный образ жизни. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. На знакомом всем нам с детства турнике побеждает Дмитрий Олькин. С результатом сорок повторений, но по его собственным словам это далеко не предел. Говорит, обязывали делать паузу после каждого раза. Это немного смущало. Дома я тренируюсь, у меня там никто не считает. И в принципе были результаты и получше. Но тут уже после тридцатого раза было очень жестко. Для самых сильных и гибких вторая дисциплина воркаута фристайлер. Помимо силовой подготовки здесь оценивали еще и точность исполнения элементов. Кто-то выкладывался сразу, кто-то свои коронки приберегал к финишу. В общем, в дисциплине шла еще и тактическая борьба. Больше всего тяжело исполнять было статические элементы, потому что я раньше их не делал. Больше всего я по динамике. Но, как узнал о соревнованиях, сразу начал готовиться. Учил силовые элементы. На них больше упор был. На особо сильные элементы я не рассчитывал. Поэтому делал то, в чем был уверен. В конце уже, в финале, когда терять было нечего, я решил уже делать более сложные элементы. И, в общем, получилось как получилось. Самый сложный для меня элемент сегодня был петля корбут, задняя через брусья и королевский соскок. Площадки фестиваля облюбовали более сотни уличных гимнастов и акробатов. На воркаут заявилось больше всего участников, но рядом свои эффектные программы показывали скейтбордисты и спортсмены на велосипедах. Самое любопытное, что воркаут вид спорта не статичный. Здесь нет строгих правил, выразить себя можно в любом ключе. Это своеобразная вольная программа, в которую можно и нужно всегда вносить новые и придуманные элементы. С этой недели рязанские археологи начали новый сезон раскопок. Основные локации Старая Рязань и Переславль-Рязанский. О находках прошлых лет и ожиданиях этого лета нашей съемочной группе рассказал руководитель экспедиции Игорь Стрекалов. Городище Старая Рязань некогда центры Рязанского княжества ныне одно из крупнейших городищ, которые исследуют археологи. Впервые внимание на это место обратили после того, как летом 1822 года крестьяне случайно обнаружили ценный клад золотых украшений. Около 50 золотых ювелирных изделий весом более 2 килограмм. Сегодня предметы этого клада являются достойными экспонатами оружейной палаты Московского Кремля. Однако масштабные археологические работы здесь начались гораздо позже. За все время найдено более 13 кладов. При этом исследовано, по мнению специалистов, не более 5-6% территории древнего поселения. Каждый сезон дает немало интересных открытий. В прошлом году, например, найдены предметы, каких в древнерусских поселениях до сих пор еще не находили. Обычные вещи, бронзовые гвоздики, при помощи которых обивали мебель, сундучки, что-то такое. А этот гвоздик, мы их часто находим, но этот гвоздик был необычен, что на нем изображено какое-то лицо человека. С лицами в прошлом году было не все так просто. Мы нашли еще и второй предмет, где изображено лицо человека. Это перстень медный с каменной вставкой, на которой изображено какое-то лицо, но мы, опять же, ничего подобного в русской культуре, в древнерусской культуре не видели никогда. То есть вещь уникальная и явно не местного производства, вот этот перстень. Камень, тоже пока не ясно, какой это камень, но очень похоже на жадеид, и, возможно, это производство какое-то с Дальнего Востока, Китая, или что-то похожее. Оттуда этот предмет попал в старую Рязань. Это говорит нам о том, какие были широкие связи у города, и, в общем-то, то, что жили там люди, не самые бедные. Так называемый 47-й Роскоп, где продолжат работу археологи и в этом году место, в котором располагались усадьбы довольно зажиточных горожан. Две усадьбы ювелиров удалось исследовать, а в этом году ожидания найти не меньше. И мы сейчас исследуем уже возможный участок, где располагалась третья усадьба. Кому принадлежала эта третья усадьба, пока мы сказать не можем. Может быть, это был еще один ювелир, может быть, кто-то еще, но поскольку это часть города, была достаточно престижной и жили там люди непростые, а жили там люди в основном зажиточные и ювелиры относились к числу таких вот людей, то мы надеемся, что и третья усадьба, которую мы начнем в этом году исследовать, она нам даст не менее интересные накладки и что-то новое о жизни города в эпоху его расцвета. Серьезные открытия только впереди и стать причастным к ним может каждый. Ежегодно в экспедиции участвуют волонтеры и в этом году лагерь археологов готов принять желающих работать на раскопах. Многие находки последних лет будут выставлены в новом здании музея, открытие которого запланировано на декабрь этого года. Кстати, нам обещают сенсацию. В новом здании представят находку, которую общественность еще не видела. Храм в Ижеславле известен многим людям далеко за пределами села. В череде его символических дат есть место торжеству, которое отмечается только здесь. А отпраздновать вместе с местными стремятся паломники из самых разных уголков не только Рязанского края, но и всей страны. Почему? Знает Валерий Седов. Село Ижеславль в Рязанской области. Здесь расположен небольшой храм Рождества Христова. Его реставрацию начали два года назад, пока укрепили только своды. По словам священнослужителей, работы предстоит еще много. Не тронут только деревянный образ Николая Чудотворца. Местные жители наделяют его поистине магическими способностями. И с этим связано сразу несколько историй. В 19 веке в стране свирепствовала холера, и в Ижеславле каждый день умирало по несколько человек. Тогда сельчане стали усердно молиться святителю Николаю. Хоронили по семь человек в один день. И вот народ, как бы испытанный уже веками такое обращение к святителю Чудотворцу Николаю, народ обратился с просьбой к святителю Николаю, служили божественной литургии, водосвятой молебен служили, прошли крестным ходом все село. И в этот день, 28 июня 19 столетия, мор прекратился. То есть с того момента не хоронили практически ни одного человека. Эту традицию местные чтут ежегодно 28 июня. Вокруг храма проводят крестный ход, выносят главную святыню, тот самый резной образ святителя Николая. Другая история произошла в 1859 году. Тогда храм Рождества Христова полностью сгорел. Нетронутым остался только деревянный образ. Его перенесли в Михайлов, пока храм реставрировали. Местные говорят, что как только восстановительные работы закончились, образ сам чудесным образом оказался в храме. Мы можем сказать, что святитель Николай особым образом любит Рязанскую землю. На чем же основано это наше суждение? Много веков назад, перед тем, как на Руси появился зарайский образ святителя Николая. Святитель Николай во сне явился в Корсуне священнику Стефану Греческому и сказал, вези меня в Рязанскую землю, хочу там чудеса и знамени творите. Полноценное восстановление храма – процесс долгий. Первая молитва звучала здесь только 28 июня, когда укрепили свод. И работы предстоит еще много. Но есть то, что в этом небольшом приходе останется в первозданном виде. Небольшой деревянный образ, которому уже несколько сотен лет. В выставочном зале Рязанского художественного музея имени Ивана Пожалуйста открылась выставка заслуженного художника России Академика Российской Академии Художеств Олега Леонова. Гости могут ознакомиться с работами, выполненными автором за последние 10 лет. Экспозиция насчитывает 76 картин, практически две трети из них ранее не были представлены широкой аудитории. В творческом багаже Олега Леонова более 30 персональных выставок, но в Рязани он демонстрирует свои произведения впервые. Инициатор выставки экс-директор художественного музея Марина Котова. Договоренность о ней была достигнута на встрече в июле прошлого года, когда Олег Леонов проводил в Рязани мастер-класс. А в эти дни художник в составе государственной комиссии оценивает работы студентов Рязанского художественного училища имени Вагнера. Работы относятся к концептуальному неосимволизму. Очень часто мы не замечаем информацию, скрытую в окружающих нас предметах. А ведь они передают эпохи перестройка 90-е 2000-е. Это часть нашей истории. Поделился художник своим видением темы. Улыбка красного гвоздя так называется одна из работ Леонова. Художник общается со зрителем на языке аллюзий. Это тактичная беседа, рассказ мастера о своей жизни, жизни людей и предметов, которые находятся вокруг. Герои холстов пожившие вещи с историей. Необычное сочетание изображений добавляет новый смысл композиции. В работах художника зачастую изменен масштаб предметов. Леонов намеренно использует этот метод, чтобы сюжет был более остро воспринят зрителем. Олег Леонов художник-философ современного реалистического искусства. Мастер останавливает на своих полотнах мгновения жизни, чтобы зритель, как и он, задержался и осознал происходящее и запечатленное или же посмотрел на привычное с другого ракурса. Окружающий нас мир часто безмолвствует. Особенно это касается неодушевленных предметов, в которых скрыт некий символизм и временная тайна. Предметы, окружающие нас, порой живут дольше и несут информацию, скрытую от наших глаз. Задача в том, чтобы состоялся диалог. Сам художник говорит о задаче искусства и современном взгляде, как о достижении полной свободы в образах и неожиданной, порой абсурдной среды. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин